Правописание корней слова с чередованием гласных ОА. Корни с чередованием гласных ОА можно разделить на 4 группы в зависимости от способа проверки. К первой группе будем относить корни, в которых правописание гласной зависит от последующей согласной. Первый такой корень – это корень Лак-лож. В корне пишем гласную А, если после нее идет согласная Г. В корне пишем гласную О, если после нее идет согласная Ж. Слагать. Предлагать. В корне пишем гласную А, потому что после нее идет согласная Г. Сложить. В корне пишем гласную О перед Ж. Предложить. В корне пишем гласную О перед Ж. У корня «лак» есть еще дополнительная проверка. После корня «лак» всегда мы пишем суффикс «а». Это еще одна подсказка, что в корне мы должны написать тоже букву «а». Еще один корень, в котором правописание гласных «о», «а» проверяется последующими согласными, это корень «раст», «ращ», «рос». В корне «раст» пишем гласную «а» перед сочетанием «ст». В корне «ращ» пишем гласную «а» перед буквой «щ». И в корне «рос» пишем гласную «о» перед согласной «с». Растение с «а» пишем с буквой «а» перед «ст». Подрастать пишем в корне гласную «а» перед «ст». Выращенный корень «ращ» пишем «а» перед «щ». Подросли корень «рос» «о» перед «с». Водоросли, корень роз, перед «с». Запомните слова «исключения». Пишем гласную «о» в слове «росток». Ростовщик. Ростовщик – это устаревшее слово. Так раньше называли человека, который давал деньги в долг, под проценты или, как говорили, в рост. Название города Ростов пишем с гласной «о». Имя собственное Ростислав пишем с гласной «о». И с гласной «а» пишем слово «отросль». То есть направление в развитии хозяйства или промышленности. Также правописание гласной зависит от последующей согласной в корне «скак-скотч». Пишем гласную «а» в этом корне перед согласной «к». И пишем гласную «о» в этом корне перед согласной «ч». «Скакать» пишем в корне гласную «а» перед «к». «Вскочить» – корень «скотч». Пишем гласную «о» перед «ч». Запомните слова, в которых пишем гласную «а». «Скачок» – «скачу». Ко второй группе будем относить те корни, в которых правописание гласных «о», «а» зависит от последующего суффикса «а». От его наличия. Если этот суффикс есть, то и в корне мы тоже пишем гласную «а», как в корне «кас». В корне пишем гласную «а», если после корня стоит суффикс «а». Как в словах «прикасаться», пишем гласное «а», потому что после корня стоит суффикс «а», «касание». В корне пишем гласное «а», потому что после корня стоит суффикс «а». Если суффикс отсутствует, то в корне пишем гласное «о», как в корне «кос». «Коснуться» пишем гласное «о», «соприкосновение» пишем в корне гласное «о». Корень «кос», «кос» имеет значение приближения к чему-либо. соединение с чем-либо. Только в этом значении это является корень с чередованием. Следующую третью группу составляют корни, в которых правописание гласной ОА зависит от ее позиции. Безударная – это гласная или под ударением. И первый корень – это корень гар-гор. Под ударением мы пишем букву А, как в слове «загар». А в безударном положении только букву О, загорелый. Второй корень, который проверяется ударением, – это корень зор-зар. Под ударением может быть написана буква О, как в слове «зорька» или «зарева». А в безударном положении только А, заря. Также от позиции гласная, ударная или безударная зависит правописание гласных в корне «клон-клан». Под ударением у нас может быть О, как в слове «поклон» или «кланяться». Под ударением может быть буква А. В безударном положении только О – «поклониться». По этому же принципу пишутся гласные в корне «твор-твар». Под ударением может быть О – «творчество». Может быть А, как в слове «тварь», «тварь божья», «создание божие». В безударном положении только О – «творить». Исключение составляет слово «утварь». В безударном положении пишем гласную А. Утварь – это предметы быта. И четвертую группу представляют собой корни, в которых правописание гласной ОА проверяется значением этого корня. Первый корень – это равн-ровн. Равн с гласной А мы пишем в том случае, если корень имеет значение равный, одинаковый или наравне. Уравнение пишем с гласной А. «Поравняться», т.е. стать наравне, тоже пишем с гласной А. Пишем в том случае, если этот корень имеет значение ровный, прямой, гладкий. Пишем с гласной О. «Сравнять», т.е. делать ровным. «Уровень» пишем с гласной О. Запомните слова «исключения». С гласной А пишем слово «равнина». И с гласной О пишем слова «поровну» и «ровесник». Еще один корень, в котором правописание гласных ОА зависит от смысла, это корень «мак-мок». «Мак» имеет значение «погружать в жидкость», например, «макать вареник в сметану». В корне пишем гласную А, так как он имеет значение «погружать этот вареник в сметану». Корень «мок» пишем в том случае, если он имеет смысл значение «пропускать», впитывать жидкость, например, «вымокнуть под дождем» или «промокнуть под дождем». В корне пишем гласную О. И последний корень с чередованием, в котором правописание проверяется значением, это корень «плав». Необычный корень, потому что под ударением мы можем написать букву «А», как в слове «плавать». В безударном положении мы также можем написать букву «А», как в слове «поплавок». Но в словах «плавец», «плавчиха» мы должны будем написать букву «О». В слове «плывун», обозначающем подземные воды, мы должны будем написать букву «Ы».